всем привет вы на канале хуторок дериза меня зовут галина морозы у нас начались все мерзнут поросятам соломы набросал они зарываются там греются козам тоже побольше соломы сарайчик такой он старенький хлипенький как бы щелей очень много ну то что могла я задела в общем очень холодно сегодня опять коршун к нам прилетал в гости на этот раз не курица а задрал утку задрал прямо вот возле выхода и от волок вот я уже по следам шла утка здоровая где-то килограмма два с половиной было от волок за дом и там уже полностью всю спину содрал чем я прихожу к такому выводу что здесь на хуторе в принципе птицу надо либо накрывать делать такой небольшой им выгулы чтобы вот они гуляли под навесом каким-то сеткой там или либо еще чем-то небольшим а уже выпускать гулять на травку надо вот под присмотром потому что даже большая большая утка килограмма два с половиной это задрал коршун вот и все сидим дома топим печь и вчера выходили правда немного на санях покатали с детьми но холодно даже так вот чтобы нет собака тоже сидит на сене спит в общем все прячутся все мерзнут все греются замок у меня вот замерз мы были бресте приехали замок замерз пришлось его выломать сегодня вот буду как-то ремонтировать потому что тоже собираюсь поехать в брест открытым дом не оставишь то есть тоже буду как с этим замком разбираться ну и в принципе все как бы больше ничего в планах на сегодня нет я бы занялась конечно обустраивать сарайчик для коз потому что уже скоро начнутся окоты ну скоро не скоро через два месяца надо все разгородить но надо прибить и высокие балки там высота потолка высокая я просто сама не смогу приедет муж и уже вот с мужем как-то что-то сделается и уже столбы вот он не прибьет стойки высокие а дальше я уже сама буду потихонечку как-то огораживать что-то выгораживать придумывать делать место для козлят отдельно и для козлов отдельно потому что это не у меня до сих пор еще все вместе от рук как-то все никак не доходит оставайтесь со мной на моем канале ремонтировать потому что уехать отсюда я не смогу дверь остается открытой надо что-то придумать чтобы отремонтировать скорее всего что я накручу здесь вот повыше замок и закрою это просто оторвать чтобы не мешало замком у меня ничего не получилось двери отремонтировать не получится я вчера на ночь он был без ключа я вчера на ночь его заливала маслом и сегодня утром мне как бы ну я вставила ключ все ключ повернула с трудом правда но он открылся сейчас ключ вообще все его даже достать не могу он вот все здесь надо новый замок он просто уже все никак поэтому ремонт двери отменяется поездка домой в брест тоже отменяется так как дом я не оставлю открытым тем будем сидеть здесь топить печку посмотреть за животными хотя хотелось вот съездить домой уже соскучилась я немножко как бы так хочу рассказать вам наверное не то что рассказать ну просто вот поделиться своими такими переживаниями что ли эмоциями не знаю последнее время почему-то я все чаще и чаще начинаю задумываться о том правильно ли я поступила не я вот мы правильно ли поступили что решились вот я решила этот хутор оставить себе потому что изначально вся вот это вот это вот вот это вот все оно было рассчитано на двоих было рассчитано на двоих естественно нагрузка была бы меньше то есть я бы чаще бывала дома всю свою семью перевести сюда я не могу мы сюда не можем переехать потому что у меня пятеро детей и старшие дети один одна девочка у меня учится уже в университете она уже взрослая еще две девочки ходят школу они там как бы если еще маргариту я сюда в принципе могла бы забрать привести сюда в школу то оля моя она привязана там потому что она ходит еще в художественную школу как бы здесь художественной школы нет поэтому она остается там маргарита тоже ну не знаю вот еще все волат у меня в следующем году нам идти в школу как это будет возьмут ли его в школу не возьмут я не знаю возможно будет домашнее обучение ну в любом случае если даже его будут брать в школу я сюда заберу маргариту тоже чтобы они здесь были двоем ходили двоем в школу но опять же стоит вопрос дорогами с подвозом с подвозом нет с подвозом вопрос не стоит то есть я разговаривала с директором он в принципе руками и ногами за чтобы дети к нему пришли в школу но единственное что нет дорог то есть вопрос остро стоит с дорогами сюда нет подъезда по поводу то есть порченной дороги я хочу большое спасибо сказать директору сахарного завода я ему позвонила и он не юлил как мне писали что будет выкручиваться еще что то нет буквально на следующий день дорогу исправили но опять же ее как то из тех колей которые были по колено от большегрузов их нету но дорога уже испорчена сейчас пока еще там подмерзшая ехать можно но начнутся дожди я думаю там будет такая грязь что невозможно будет проехать ну я думаю как то с этим вопросом будем разбираться буду звонить в дирсу чтобы все-таки была дорога потому что мало ли что какая-то даже там скорая бывает такое что выбивает свет коршун полетел коршун летает у нас опять ну да вот он один раз уже прилетал сегодня полакомился и сейчас будет постоянно уже сюда летать утки сидят домики вообще не выходят куры еще вот как-то выходят на прячутся птиц однозначно нет не буду больше и сейчас вот начнется холода это даже если сверху я загоражу их накрою сеткой то харьки лисы тут лес будут опять же сюда бежать поэтому птицы я думаю так разве что ранней весной взяла осенью и всех забил и все разве что такой вариант так вот вернемся моей моей скажет так исповеди что ли не знаю тяжело мне здесь последнее время стало и морально тяжело но физически но в принципе не скажу что очень тяжело физически просто есть работа которую я не могу делать и что он уже приезжаю даже с тем же замком жду мужа муж приедет на выходные и будет уже отремонтируют ну то есть вот надо надо чтобы было все-таки мужская рука мужская помощь потому что одной тяжело очень тяжело и все чаще я вот думаю правильно ли это все сидела бы себе в городе ходила бы себе на работу и все не топила бы тут эти печки не чистила бы навоз может так было бы лучше какие-то вот такие мысли прибыли отсюда никакой нет то есть то что планировалось хотя бы ну хотя картошку мы себе нарастили себе животным но животным еще докупали картошку недостаточно ее потому что картошку и поросята едят и козы хорошо едят картошку все картошку кушают поэтому картошки не хватило пришлось картошки вот и докупать ну а себе вот и лук себе нарастили ну то есть как то что то все равно какой-то плюс есть но хотелось бы чтобы животные еще и корма себе окупали хотя бы корма нет такого пока не знаю может просто надо двигаться вперед опыта в сельском хозяйстве у меня нет ни у меня ни у мужа опыта нету всему вот так вот учишься где-то у кого-то спрашиваешь читаешь смотришь животных никогда мы не держали вот в бресте у нас там было 10 10 курочек и все потом вот появилась козочка первая но это как бы большей степени брали ее для сына потому что ему надо было молочко козье то я первый раз не знаю может многие будут смеяться ну вот да я городская я понятия не имела то есть я думала я взяла козочку маленькую я ее дорастила до определенного возраста и она мне начала давать молоко вот у меня было такое понимание на тот момент хотя как казалось совсем это все не так ее надо растить покрывать и только потом после окота она будет давать молоко и то это молоко больше выпивают козлята как у нас мимека так у нее полностью выпивали все молоко козлята нам не оставалось вообще ничего но тогда у меня было другое вот такое вот восприятие этого всего я думала что вот так вот как курица знаете взял четыре месяца до семи дорастила на всем начал нести яйца сама по себе вот и я думаю и коза так не будет давать молоко но вот теперь уже я знаю ну то есть но такие вот вещи которым учишься даже вот тоже печкой да что я задымила весь дом русская печь я не знаю я не умею я всему этому учусь понемножку я надеюсь все таки все таки я надеюсь что это все не зря и что получится у нас все что мы задумали как мы задумали я очень на это надеюсь ремонту в доме вот как и стал и стоит потому что на все надо деньги опять же все упирается как всегда в день надо деньги были бы деньги нанял бы людей там даже если у тебя нет времени сделал то 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 закупил какие-то материалы ну самой тяжело самим тяжело тем более в наше время еще и тянуть детей семью муж работает ох не знаю я знаю как это все будет как то ну я надеюсь что я уверена что все таки не стоит опускать руки не надо отступать я всему я научусь просто хотелось бы побыстрее чтобы не делать ошибок да получается просто ошибка на ошибке загон этот сколько я его делала делала дело на месяца два наверное я его делал в итоге что в итоге я его разбираю потому что он козы его ломают перепрыгивают перелазят то есть совсем все не так на всем потихоньку учишься чаще я говорю как как у меня почему-то получается учишься вот на свои какие-то ошибка вот такой вот сегодняшний наш ролик получился спасибо вам большое за просмотр пишите свои комментарии ставьте лайки дизлайки а вам всем добра мира удачи пока пока